Седьмой класс, седьмая серия. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к линейным. Если к обеим частям верного равенства прибавить одно и то же число или из обеих частей вычесть одно и то же число, то получится верное равенство. Ну, допустим, а равно b. Верное равенство. Можно прибавить одно и то же число и к левой части, и к правой. Равенство тоже будет верно. А можно вычесть одно и то же число и из левой части, и из правой. Эти равенства тоже будут верные, если а равно b. Если обе части верного равенства умножить или разделить на одно и то же число, отличное от нуля, то получится верное равенство. Итак, если а равно b, m не равно нулю, то можно умножить обе части на m, получится верное равенство. И можно разделить обе части на m, получится верное равенство. Основные свойства уравнений. Любой член уравнения можно перенести из одной части в другую, изменив его знак на противоположный. То есть можно перенести из левой части в правую, можно перенести из правой в левую, но обязательно надо поменять знак на противоположный. Можно обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю. Давайте рассмотрим вот такое уравнение. Так, прежде всего, надо перенести вот этот член уравнения в лево. Получится 6х минус 4х. Надо поменять знак на противоположный. А вот этот член уравнения надо перенести вправо. Тогда будет не минус 3, а плюс 3. Так, и получится слева будет 6х минус 4х, это будет 2х. А справа 5 плюс 3 будет 8. То есть мы привели уравнение к виду, ах равняется b. А теперь осталось разделить на 2 обе части. И получится х равен 4. Итак, как же решаются уравнения? Переносятся члены, содержащие неизвестное, в левую часть, а члены, не содержащие неизвестного, в правую часть. После этого приводятся подобные слагаемые. Ну, а затем обе части уравнения надо разделить на коэффициент при неизвестном. Если, конечно, он не равен нулю. Так, давайте рассмотрим вот такой пример. Это левая часть уравнения, это правая. Значит, члены, содержащие неизвестное, то есть с множителем х, должны быть слева. Так обычно записывают, переносят в левую часть. Так, вот надо перенести 5х влево. Значит, слева будет с противоположным знаком. Значит, минус 5х. 2х минус 5х. Так, а члены, не содержащие неизвестного, надо записать справа, чтобы они были. Значит, справа будет минус 10, да еще минус 5. Теперь надо привести подобные слагаемые. Подобные слагаемые – это слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть. 2х минус 5х. Надо выполнить действие с коэффициентами при х. 2 минус 5 – это будет минус 3. Значит, минус 3 умножить на х. Так, минус 10 до минус 5. Это будет минус 15, потому что два отрицательных числа надо сложить в модули и поставить минус. Так, ну, а теперь осталось разделить обе части уравнения на коэффициент при х. Коэффициент при х – это множитель, стоящий перед х, минус 3. Значит, на минус 3 надо разделить обе части, и получится значение х. х равен 5. Так, задача такая. Число, треть числа, да еще четверть его, всего 15. Какое это число? Давайте это число обозначим за х. Значит, к этому числу, если прибавить треть от этого числа, как находится дробь от числа умножением? Значит, 1 треть умножить на х – это будет треть числа. Да еще четверть этого числа. 1 четверть умножить на х. И всего получится 15. Надо найти значение х за х. Мы обозначили вот это число. Надо привести к общему знаменателю. Наименьший общий знаменатель – 12, потому что 3 и 4 числа взаимно простые. Значит, наименьший общий знаменатель – их произведение. Здесь дополнительный множитель будет 12. Второе слагаемое. Здесь дополнительный множитель будет 4. Здесь 3. И не забыть еще про правую часть. Здесь надо тоже подписать дополнительный множитель – 12. То есть 15 мы представим в виде дроби со знаменателем 12. Это будет 180 двенадцатых. Поскольку знаменатели равны и слева, и справа, можно рассматривать только числители. И рассматриваем вот такое уравнение. То есть знаменатели можно уже отбросить. То есть две дроби, у которых равны знаменатели, будут равны в том случае, если равны числители. Так, 12х плюс 4х плюс 3х равняется 180. Надо привести подобные слагаемые. Получится 19х равняется 180. А теперь разделить обе части на коэффициент при х. на 19, 180 девятнадцатых. Вот после выделения целой части получится 9 целых и 9 девятнадцатых. Это корень уравнения. Это ответ на вопрос задачи. Вот такое число. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...